Ну, начать хочется с одной цитаты. Ее вот откопал у нас Григорий Маршалко, когда ездил, как я понимаю, по различным местам. Важно то, что у нас, как к любой системе, как к любым даже финансам и так далее, вопрос, где у нас есть доверие к чему-то, то этим мы будем пользоваться. Если доверия к этому нет, то мы этим пользоваться не будем. Вот, в принципе, если у нас доверие будет на слово, то, конечно, это немножко не то. В математике есть такой афоризм, очевидно, значит легко доказать, то есть легко подтвердить, легко проверить. Если здесь принцип не применять, то есть проверять каждый шаг того продукта, который вы сделали, тогда, конечно, ничего хорошего, наверное, из этого не получится. Вот, собственно, доверие, оно, на самом деле, аккумулированный термин, он является вполне себе филертизованным. Вот, и при нем понимаете, собственно, последовательность следующих действий или процедур для изучения уверенности в том, что оцениваемые объекты соответствуют своим целям безопасности. В данном случае, как раз и является понятие, вот именно вы о целях безопасности используете именно блокчейн-решения или что-то либо еще. Как раз одно из двух, вот, нескольких точек витвления в процессе, собственно, рассуждения, нужна ли сертификация вообще и появляются ли какие-то подводные камни в ней принципы. Вот, если смотреть на сертификацию защиты информации, на нашей стороне, собственно, используются три органа. Это СТЭК России, Банк России, ФСБ России. Взаимодействие происходит именно так, как написано стрелочками. То есть, к сожалению, взаимодействие СТЭКа с ФСБ, оно крайне мало и кончается на отличных таких стадиях стыковочных местах. Просто, по большому счету, ФСБ отвечает за криптографические средства защитной информации. В основном есть исключения, небольшие, там, важные госорганы, да, СТЭК занимаются всей защитной информацией в целом. А в СТЭК занимается, собственно, технической защитой информации, то есть, обеспечивает защиту от различных организационными техническими мерами, не касающихся области патографической. Банк России здесь занимает именно выделенный субъект именно потому, что финансовому секторе сейчас вот именно все активности, или касающиеся финансового сектора, давайте так скажем, наиболее близкий к стадии окончания сертификации, и вот он здесь именно присутствует как регулятор в сфере финансовых активов, в том числе и все инструменты, всех средств, которые используются для этих целей. Ну, собственно, вот это я проговорил, действительно, СТЭК России у нас, именно когда используются средства защиты информации, не используют фотографии. ФСБ это значит, когда относится к компетенции и используются средства защиты информации, но и банк это в банковском секторе. При этом, опять же, ФСБ России будет, это будет относиться к компетенции только в двух случаях, которые мы дальше с вами разберем. Поскольку блокчейн решения, как мы сейчас дальше с вами увидим, относительно криптографической адресу, потому что там консенсус достигает с пользой криптографией, то в данном случае это будет относиться, если это требует регуляции, то это будет относиться либо к ФСБ России, либо к Банку России. И Банк России здесь играется, как сказать, принудшим звеном. То есть, его, собственно, два самых основных указания и положения Банка России, положение 38.2.б и указание 38.89.у, Собственно, по этим двум указаниям, если вы посмотрите, если вы реализуете такую систему в банковской сфере, в этих указаниях написано стоит, относится она, собственно, к компетенции. То есть, требуется ли сертификация данного продукта ФСБ России, если он содержит криптографию, или не требуется. Там есть разные нюансы. То есть, либо требуется отдельно на требование Банка России, и даже выполнить это достаточно для того, чтобы использовать финансовый сектор. Либо это уже действительно касается дне ответственности ФСБ, и тогда, получается, это средство требует сертификации от ФСБ. Ну, естественно, в ФСБ России есть документ, который можно посмотреть на покрытом доступе, о том, в каких случаях, собственно, средства защиты информации относятся к зоне ответственности ФСБ России. В таких случаях, на самом деле, всего шесть. Они перечислены, по-моему, в пункты три этого положения. Да, если вы забьете в любом интернет-поисковике положение показать 2005, или даже просто показать 2005, то вы, на самом деле, находитесь на этот документ, чуть ли не пик, как по первой ссылке, наверное. Вот. И там это будет, собственно, в эти шесть положений. Ну, если мелко, я вам просто проговорю качественно, да, что первое – это информация по ответственной защите. Ну, это вот как раз основной блок, наверное, это перст данные, это какая-нибудь врачебная тайна, это специальная какая-то тайна различная, судебная и так далее. Вот. Второе – это, собственно, при организации защиты в государственных органах. Третье – это, если вы защищаете информацию при выполнении госконтрактов именно в государственных органах. Четвертое, пятое, шестое – они менее применимы, но, на самом деле, тоже может оказаться так, что ваше решение не находитесь именно к ним. Вот. Ну, здесь, если обязательство, в принципе, можно прочитать, есть обязательность защиты, возлагается законопроизводительной федерации на то лицо, которое вы обрабатывали, есть информация официального характера Владимира Леонсегосордена, его заказы привлекаются с предыдущим пунктом, но здесь немножко есть своя специфика. И преподаватель информации костинциального характера в госсознанных и организациях, выполняющих государственные заказы, которая именно принимает меры по ее охране с использованием технических средств защитной информации. Вот только в этих случаях, если вы прочитаете, отнесете свою систему к этим случаям, только тогда требуется сертификация ФСБ России. Продолжение следует...